Всем привет, друзья, с вами Райзум. Сегодня мы с вами посмотрим на неметовый билд в исполнении Краблинга, который здесь играет за зверолюдов. Против него за графство вампиров играет Неймблесс Ордер, карта Праг. Этот бой прошел в рамках квалификации на лигу HW, который проводит западный стример Майсан. Итак, у Краблинга немета, здесь вообще непривычный билд сейчас для матчапа зверолюды против вампиров. Краблинг взял двух Кегоров, один из них элитный. В качестве лорда вы здесь можете увидеть Мургура Тинедара, живучего лорда. У него есть два призыва отродий. В качестве мага ревущий шаман природы вездесущий, не на колеснице, потому что вампиры умеют снайпить обычно магов на колеснице, поэтому он здесь пеший, это обеспечивает обычно ему выживаемость. У него есть грозный рев, вероломное племя, кинжальчик и звериный рывок. Четыре отряда Кентигоров с медательными топорами. Из интересного, что у нас еще здесь, элитные потрошители Хорока, стадо Бестигоров. У них моралька неплохая, да? Моралька 76, плюс бафы, плюс невосприимчивость психологии, довольно неплохие статы против нежити. И Горокопейщики. От Неймлис Ордера тут мета, не совсем то, что вы привыкли видеть от СНГ игроков, но идея прям абсолютно такая же. Два Варгульфа, как всегда, Горст, тоже самый распространенный сейчас лорд, когда речь заходит о бои против зверолюдов. Здесь у Горста есть Либер Ноктус, есть Взгляд на Гаша, Заклятие Нехика и Проклятие Несмерти. Так как он на повозке, он еще как будто бы колесница смерти, наносит урон и регенит в совокупности 6 хп в секунду. То есть Варгульф под этими аурами вместе со своим регеном регенит 10 хп в секунду. Это очень много. Здесь же Ужасы Склепа. Они помогают вампирам бороться с синглами зверолюдов, с толстыми, потому что они массивные такие ребята и могут с собой останавливать врагов и зажимать их и бить. Собачки, лютая стая, которая может там 2000 в Элью спокойно набить, страшная штука и куча мяса. Также здесь мы можем увидеть с вами Некроманта и забытый, забытый герой Банши. Банши раньше чаще можно было увидеть против вампиров, против зверолюдов за вампиров, но когда изменили Школу Смерти и дали их возможность получить халявный магический урон за счет первого заклинания Школы Смерти, всякие призрачные юниты стали реже использоваться вампирами, потому что зверолюды привыкли их брать. Но потом мета изменилась. Зверолюды сейчас по мете играют тремя монстрами. То есть берется Тавракс с огненным уроном, берется два Гаргона, один из них элитный, берется Барма-Змей, и, например, там колесницы, и некоторое количество отряда пехоты, и маг, например, природы, обычной природы. То есть там даже нет ставки на магический урон, который дают заклинания, там есть ставка на магический урон, который дает Барма-Змей здесь. И это супер распространенный билд, он идет там до того, пока у кого-то из игроков не отвалится первый сингл, или у вампира не отвалится Варгульс, например, или там не отъедет Гаргон. У Зверолюда очень душнильные, однообразные битвы. Но здесь Краблинг решил сыграть по своему билду. Те, кто смотрел финал внутриклана, у меня, внутриклана Виа Милитера, бой между Эвентстаром и Краблингом до патча на Тавракса, вот Краблинг там использовал этот билд. У Эвентстара был другой билд, через там воздух, там был интересный бой, но идея там была примерно такая же. Краблинг просто реанимировал свой старый билд. Не знаю, кто конкретно придумал этот билд, но вот Краблинг им играет. От Краблинга я не видел стандартного текущего душнильного билда от Зверолюдов, у него там своя мета в голове. И посмотрим сейчас, как оно будет работать. Смотрите, в начале я вам пока рассказывал о том, как обстоят дела, вы могли увидеть, что очень сильно наполучали Варгульфи у Неймлес Ордера. И на мой взгляд это ошибка, потому что Неймлес Ордер попытался Варгульфами пробить Краблингу Кентигоров. Но обычно, когда речь заходит о играх про игроков, то ты не сможешь более медленными ребятами поймать быструю кавалерию. И ты скорее всего потеряешь хитпоинт, и проще вампиру всегда просто танчить зомбями. Вот зачем получать здесь плюхи? Конечно Варгульфы отрегенятся, но зачем получать плюхи, если можно вывести зомбей вперед и просто впитывать удары, потому что зомбей невыгодно расстреливать. Вот здесь есть кормщий, стража могил, идеальная просто цель для Кегоров. Здесь должны быть рыцари крови, да, вот я ваше внимание на них не обратил, но я думаю вы их заметили, они прячутся, потому что их будут обстреливать. Краблинг постоянно чаржит противника и байтит на себя. Кстати, довольно неплохо Кегоры расстреливают, посмотрите, ужасов из склепа. Один отряд уже практически просел, и вампир сейчас с большими потерями добрался до зверолюда. Это, конечно, неплохое начало от краблинга, которое выбивает ему преимущество, да. Вспомните стандартную мету, о которой я вначале говорил, когда зверолюд вынужден нападать, потому что у него есть синглы крупные, а вампир взглядами на гаши этих синглов расстреливает там или летает, например, своим стригом, королем, и душит зверолюда. А здесь в итоге душит зверолюд вампира. Итак, потрошители Хорака, они начинают танчить, они хорошо танчат, пока фулл хп у них, и в итоге они задерживают огромное количество вампиров. Краблинг здесь остановил все силы зверолюдов. Неймлесс Ордер пытается сейчас рыцарями крови обойти. Горст, он отстал, потому что у него довольно низкая скорость, и он не успеет добраться до битвы раньше, чем его армия. И вампир спешит, потому что его обстреливают, и он вынужден был оставить горст позади и просто ворваться в зверолюдах, чтобы попытаться его заткнуть. Два Варгульфа это очень серьезная сила. Здесь призыв отроди от Краблинга. За счет отроди можно будет зажимать Варгульфов. Несутся, смотрите, рыцари крови, они потеряли половину хп, им больно. Краблинг идет, Краблинг идет, по идее, чтобы дать здесь стан, потому что у Окома Морлсиба, да, вот он, Варвзгляд офигенный. Правильно, если его бросить, можно, конечно, себе нехилое преимущество выбить. Краблинг остановил отряд Дорогой Рыцари Крови, очень важный, ключевой отряд здесь, и начинает его расстреливать. Еще решает в спину зачаржить, чтобы, видимо, совсем мораль сбить, и сильный распад вызов. Здесь Варгульфы огребают, удается напугать Неймлис Ордеру шамана. Ужасы из склепа вместе с зомбиами дерутся против стадоунгоров. Посмотрите, Краблинг задержал здесь все, что можно было задержать. Конечно, очень хорошо держится Банши, пока что, но много урона она не вносит. Все зависит здесь во многом от Варгульфов. Обстреливают в упор Горста. Горы, конечно, разваливают сильно. Вот просто инициатива, да, Краблинг забрал инициативу и заставляет очень сильно спешить и ошибаться Неймлис Ордера. Возможно, причина, по которой Ордер в начале Варгульфами противника нападал на Краблинга, заключается в том, что он растерялся немного. Потому что ты же не ожидаешь этого зверолюда. И бывает, что ты, когда не понимаешь, что происходит, начинаешь там инстинктивно действовать. То есть, пытаешься там подконтролить, поднапасть, не оценив ситуацию до конца. Очень больно Варгульфам. И вот вывел на вперед Варгульфов, немного погребал, неровно напал из-за того, что спешил. Такие элементы всегда есть. Это прям... Это серьезный матч, я не знаю какой. Это, по-моему, третий матч сейчас. То есть, счет 1-1. Это матч на победу. Оба игрока хотят победить. И волнение здесь, конечно же, присутствует. Элемент волнения. Огребает здесь горсть. Как же больно обстреливают. Ну, конечно, Кентигоры с метательными топорами. Если дать им возможность, то они противника наказывают очень сильно. Краблинг чаржит. Заметьте, да? Он постоянно чаржит хашками. Ну, такой контроль приятно видеть. Я вам скажу. То есть, довольно уверенный. Своей кавалерий зажимает здесь горста. Бьет его моргуром. Убегают здесь Кентигоры с метательными топорами. Кентигоры, они, конечно, корявые. Бывают. Они, бывает, прям вообще мажут. Ужасно мажут. И я не концентрировал на этом ваше внимание. Но если бы я показывал постоянно все попадания к Егоров, их было бы очень мало. Они бывают довольно корявые. Но если попадают, попадают хорошо. И в итоге Краблинг здесь побеждает. На этом турнире Краблинг вроде как выиграл этот турнир. Я вам ссылочку прикреплю. Соответственно, если что-то поправлюсь. Но, по-моему, Краблинг выиграл этот турнир. Вот, в совокупности. И это вроде бы была третья игра с Неймлис Ордером. Чем мы его и поздравляем. Здесь довольно интересный билд, как вы могли заметить. Две тысячи набил в итоге. Кегор элитный. Очень хорошо. Хашки. Сколько набили хашки. В совокупности тоже отлично. И здесь, то есть, посмотрите, все войска у Краблинга показали себя отлично. Ну, кроме мага, которого просто придушили, он не смог наобузить своими страшными закляданиями на полторы тысячи урона. Но зато остальные ребята, фуловые, кегоры, хашки там скакали. Сколько здесь? Вот. Гельману Горсту не было... Гельману Горсту не было удобных целей для обстрела. Хотя, возможно, элитного кегора можно взглядами на гаши подхарасить. Возможно. Надо проверить это. Ну, по идее, там два взгляда дашь, полхп сбил. Варгульфами врываешься, прогоняешь. Что-то типа того пытаешься сделать. Учудить. Тяжело без быстрых отрядов. Хотя, вот лютая стая, наверное, вместе с рыцарями крови могла бы что-то сделать. В целом, здесь именно по волнению, скорее всего, по поведению, проиграл Неймлис Ордер. Потому что он сам растерялся. Просто растерялся. Вы сами видели много ошибок с его стороны. При том, что он опытный игрок. Удиви врага Билдом называется. Это интересно. Этот билд легко мог бы быть в героях альтернативного баланса от Краблинга. Но так как это проигра, я решил поставить ее все-таки в обычной рубрике здесь. Посмотрим. Посмотрим, будет ли этот билд распространен. Дальше. Самому его мне тоже стоит попробовать. Потому что выглядит он прикольно. Мне даже интересно, как со стороны вампиров он будет контриться. Если они будут ожидать этот билд, возможно, через каких-нибудь, через какой-нибудь стрига, как обычно, страшнющего. Который дропает там на врагов зомби и запирает и прочее. Ну или там летучие мыши. В общем, больше, более быстрый билд от вампира, чем вот эта там коробка смерти, которая двигается медленно. Краблинг здесь подловил. То есть он ожидал мету, медленную такую от вампиров, душную. И взял отряды, которые разваливают эту медленную армию. На этом все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в следующих кастах. Всем пока.